Приветствую вас, и я бы начал с того, что до начала сказал бы, что ваша мама, она не может отпустить, потому что для нее это будет означать одиночество, для нее это будет означать потерю собственной значимости, для нее это будет означать окончательное вступление в старость, чего она, наверное, не хочет. Человек боится потерять свое собственное значение, человек боится перестать чувствовать, что она что-то знает, что она что-то может, что она что-то делает. Человек боится остаться наедине с собой, и вам в этой ситуации нужно понять, что с одной стороны, ваша мама уже не переделает, она вот такая, какая она и есть. Но, с другой стороны, вы можете понять, что вашей маме хочется, чего она желает, и постараться это ей дать. Постараться помочь ей перенаправить свою энергию с того направления, которое она сейчас выбрала для себя, в отношении вас, на другое. Может быть, это какое-то хобби, может быть, увлечение, может быть, общение с другими людьми, что-то еще. То есть, нужно понять, что вашей маме нравится, что вызывает у нее симпатию, и вот это постараться ей дать. Да, вы правильно все понимаете. Выгод жить отдельно, но объяснить вашей маме, что вы уже выросли, не получится вот так сразу, потому что мама не слышит вас. Она слышит только себя, и именно то, что она слышит себя, определяет ее поведение. Она не слышит вас, она не воспринимает ваши слова серьезно. Она именно слышит только себя. И свою любовь и заботу она отдавала вам от счастья тоже, потому что это было нужно ей. В противном случае, ну, вы же понимаете, что желать своему ребенку счастья, это она желает желать счастья во всем. То есть, начиная от каких-то бытовых проблем, бытовых ситуаций, и заканчивая обретением собственной семьи. А если ваша мама не позволяет вам жить личной жизнью, значит, она не хочет, чтобы вы уходили. Это отношение изрядной долги эгоизма в ее отношении. Возможно, она хочет привязать вас к себе, чтобы вы были с ней до ее последнего дня, чтобы она не была одна. Если так, то ситуация, конечно, достаточно серьезная, потому что вы рискуете вообще никак не реализоваться самостоятельно в семейных и личных отношениях. А это, естественно, очень плохо. Но ваша мама это не волнует. Поэтому нет таких слов, которые бы убедили ее в том, что вот вы уже выросли. Она не может воспринимать вас, как взрослых людей. Но это потому, что она ваша мама, и вы для нее всегда будете ее детьми. Но она недостаточно полноценна сама по себе, чтобы вас отпустить. И, с одной стороны, вам нужно эту полноценность помочь ей обрести как раз-таки. А с другой стороны, вам нужно все-таки последовательным поведением показывать ей, что вы уже взрослый человек, и что вы хотите жить отдельно, что ваше счастье вам дороже, что вы все-таки хотите жить своей жизнью, и это совершенно нормально. Более того, никто никогда не скажет вам, что вы поступили как-то неправильно, потому что вы в своем праве. А маме, маме можно помогать в любом случае, даже если вы с ней вместе жить не будете. Но я думаю, что ситуация будет такова, что она вначале со скрипом вас примет, то, что вы ушли жить отдельно, но потом все-таки примет. Но будет продолжать пытаться вмешиваться в ваши отношения, будет продолжать пытаться как-то корректировать их. И вам нужно уже сейчас подумать над тем, как отграничивать ее от своей личной жизни и от своей, возможно, будущей семьи. Делать это нужно аккуратно, деликатно, просто-напросто, не общаясь с ней на тему того, что происходит в вашей семье. И тогда, со временем, она просто поймет, что для нее это закрытая тема и не будет с вами об этом договаривать. Хотя, конечно же, на то, чтобы она поняла, это нужно время, и время, к сожалению, не маленькое. То есть, ей потребуется достаточно большой период времени, чтобы осознать, что вы не собираетесь посвящать ее в свою личную жизнь. И здесь будут, конечно же, обиды, здесь будут, конечно же, претензии и так далее. Но вам нужно понимать, что вы имеете право на свою личную жизнь, вы имеете право на неприкосновенность к частной жизни, и вы имеете право даже в отношении мамы не рассказывать ей то, что вы не считаете нужным касательно вашей личной жизни. Это совершенно нормальная реакция, совершенно нормальный естественный выбор. Но вместе с тем, необходимо вашей маме все-таки, как я уже сказал, помочь. Помочь обрести себя. Помочь направить энергию, направить силы, направить функциал в том, в то русло, где бы он мог реализоваться, где бы он мог проявить себя. Чтобы ваша мама, несмотря на то, что вы не будете с ней вместе жить, чувствовала все же, что она значима, что она живет, что она что-то делает, почему-то стремится. Чтобы она не чувствовала себя в эмоциональном и социальном вакууме. Для этого нужно очень хорошо понимать, чего она боится, чего она опасается и чего хочет. Без этого у вас не получится помочь своей маме, обрести личное счастье. Без этого у вас не получится помочь своей маме, быть востребованной, быть желанной и счастливой. На этом все. Надеюсь, направления вы их поняли. И надеюсь, что я вам помог. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Продолжение следует...